Привет, дорогие мои друзья! Устройство, которое мы с вами сегодня распакуем, позволит нам пользоваться системным блоком из любой комнаты, не перетаскивая его при этом. То есть по одному проводу можно будет подключать к нему различные устройства ввода-вывода практически без потерь. Для удобства сегодняшнюю железку лучше всего использовать совместно с USB-хабом, имеющим доп. питание. И это очень важно, питанием лучше всего не пренебрегать, позже сами поймёте почему. Ну а девайс, который мне не терпится самому посмотреть, да и вам показать, называется KVM Extender. Если не ошибаюсь, KVM это сокращенно Keyboard Video Mouse. Поправьте меня, если это не так, но по-моему на русский переводится как клавиатура, видео, мышь, удлинитель. Удлинители эти отличаются как по цене, так и соответственно по своей пропускной способности. Ведь на расстоянии мы можем передавать как Full HD изображение, так и 4K. В случае с 4K трафик будет гораздо больше. Сюда же добавляется трафик с USB-портов и аудио вход-выход. Конкретно эта модель KVM удлинителя заявлено может передавать видеосигнал в формате 4K 60 Гц на расстояние до 100 метров. Конечно расстояние это будет обусловлено качеством кабеля. Итая пара у нас есть как пятой, так и шестой категории. Да, две коробочки соединяются между собой витой парой. Это идеальный вариант, потому что ее можно просунуть в маленькие отверстия, провести по плинту сюда, вообще где угодно, а потом обжать с обеих сторон. И я покажу вам как это делается чуть позже. Ну а сам удлинитель представляет из себя два устройства. То есть это две металлические алюминиевые коробочки. Вот так вот они выглядят, холодные, потому что только пришли и сразу же попали ко мне на распаковочный стол. Ну и кроме этих коробочек в комплекте идет блок питания. Блок питания с напряжением 12 вольт и током 2 ампера. Именно поэтому нам с вами нужен USB-хаб с дополнительным питанием. Потому что мощности блока может не хватить, ведь питать нужно и сам удлинитель, и подключенные в него устройства. Справа у нас ресивер, то есть приемник, устанавливается он со стороны пользования, там где будет монитор, то есть в помещении где вы находитесь. Трансмиттер, передатчик он слева, устанавливается, скажем так, в холодной зоне, то есть со стороны системного блока. Он будет подключаться к компьютеру и передавать сигнал по витой паре на приемник. Подключение к системному блоку производится по USB-кабелю, такой же кабель, как обычно используется в принтерах. Но в комплект он почему-то не входит. В инструкции написано, питается пара удлинителя со стороны приемника. То есть оттуда, откуда будем использовать компьютер. С обратной стороны имеется схема подключения, точно протачить что-либо сложное. И плюсом ко всему наглядно, чуть позже покажу, как это делается. Справа в инструкции важная пометка о том, что нельзя использовать сетевые девайсы в цепи. Только прямое подключение, потому что по витой паре передается 12 вольт. Соединить приемник и передатчик между собой можно как готовым патч-кордом, так и изготовить его самостоятельно. Второй вариант наиболее интересен, ведь под коннектор в готовом патч-корде придется сверлить в стене большое отверстие. А это не очень удобно. Лучше всего сначала проложить кабель от точки А до точки Б, а затем обжать его с обеих сторон. Вот этот серый кабель, это кабель пятой категории. Здесь 8 жил, то есть 4 пары. А вот этот вот белый кабель, это кабель шестой категории. Отличаются между собой сечением жил и наличием пластикового крестика между парами. То есть шестая категория более помехозащищенная и прокладывать им можно на большее расстояние. Конкретных цифр по длине этих кабелей в инструкции нет, но так как у меня есть оба этих кабеля, использовать буду шестую категорию. В случае с пятой, думаю, все будет точно так же. С обеих сторон кабеля необходимо одинаково обжать. Обжать можно как по схеме А, так и по схеме Б. И сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Последовательность обжима по схеме Б следующая. Бело-оранжевый, оранжевый. Бело-зеленый, синий. Бело-синий, зеленый. Бело-коричневый, коричневый. Выкладываем жилы в такой последовательности. И откусываем примерно вот на такое расстояние. Обычно шестую категорию не обжимают, а распочевывают в интернет розетки, патч-панели. Но я обжимаю, так как считаю, что чем меньше соединений, тем лучше. Здесь сечение жил чуть больше и кабель тоже залазит в коннектор, чем пятая категория, но тем не менее залазит. Надеваем коннектор, еще раз убеждаемся в последовательности цветов, что мы ничего не перепутали. Вставляем кабель в обжимку, давим на него вот так вот. Все. На этом обжим завершен. С другой стороны поступаем аналогичным образом. Ссылки на коннектора и инструмент для обжима оставлю в описании под этим видео. Зачем нужен разъем питания со стороны трансмиттера, затрудняюсь ответить. И если знаете наверняка, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Не так давно мы с вами распаковывали перфоратор на аккумуляторной батареи Vox. Очень хороший инструмент и в том же видео мы с вами сверлили отверстие через капитальную стену на балкон. С тех пор кабель уже проложен по плентусам, все аккуратно закрыто, обжато. И все, что нам с вами остается, это подключить и посмотреть, как работает удлинитель. Подключать будем игровой сервер. На канале есть целая серия видео про него. Смотрите, если кто не видел. И сегодняшний удлинитель позволит пользоваться этим сервером, как обычным настольным компьютером. Не будет ни шума, ни излишнего тепла, а только много-много производительности. Очень круто. USB кабелем трансмиттер подключаем к материнской плате, а HDMI втыкаем в основную видеокарту. И очень интересный момент, это двухконтактный разъем трансмиттера. Подключается он к пинам Power, то есть вместо кнопки включения на материнскую плату. Это позволит нам с вами удаленно включать и выключать компьютер. Но вот что я оставил неподключенным, это аудио выход с материнской платы. Да, я пробовал его подключать, но аудиосигнал передается с помехами. Поэтому лучше всего передавать аудио через HDMI и снимать с монитора. Почти все современные мониторы, даже те, которые не оснащены колонками, имеют аудио выход для наушников. Не знаю точно, но может аудио помехи через разъем 3.5 связаны с конкретной моделью материнской платы. Ведь не зря его там придумали. Хочу сделать небольшое объявление. Для новых проектов на канале нужны средства. Не всегда их хватает, в связи с этим верхний ряд видеокарт, это видеокарты 1050Ti, продаются. Сейчас их 8 штук, цены на них я оставлю в описании, в невидимой части, так же как и свои контакты. Там же в описании оставлю ссылку на видео, где мы их распаковывали. Это был конец января 2018 года. Видяхом 8 месяцев, думаю продаваться будут недолго. Поэтому не тяните, пишите и еще раз все ссылки в описании, в невидимой части. С другой стороны удлинителя ресивер, видите к монитору подключены наушники, монитор по HDMI подключен к ресиверу, подключен также USB хаб, кабель 6 категории и питание. Конечно можно и без хаба обойтись, но 2 USB разъема хватит только чтобы подключить клавиатуру с мышью. А ведь еще нужно будет подключать кинь флешки, внешние жесткие диски, например USB микрофон для озвучки видосов я также пробовал подключать и он отлично работает. По ощущениям работать за таким компьютером точно так же если бы он стоял рядом, разницы нет никакой. Скорее всего увеличивается отклик монитора и задержка в миллисекундах больше, но это не ощущается. Возьмем без четверки клавиатуру Apple и попробуем подключить. Не все так идеально и небольшое неудобство все же есть. При подключении нового устройства на долю секунды пропадает изображение на мониторе и затем опять появляется. Но все же лучше перетерпеть это чем шум и тепло от системного блока. Заходим в параметры экрана, видим что изображение 4К, все классно. Теперь подключим флешку. На некоторых КВМах работают только клавиатуры и мыши, флешки к ним не подключаются. Здесь же без проблем. Да это не USB 3.0 конечно, но все же. Копернем файлик, посмотрим скорость и видим что 12 мегабайт в секунду. Ну неплохо на самом деле если учесть что комп стоит на балконе. И при этом изображение передается в 4К, копируется файл и еще идет звук. И все это по одному кабелю. Следующее что хочется проверить это работу кнопки выключения-включения. Нажимаем, идет завершение, ждем пару секунд и включаем. А вот здесь немножко непонятный для меня момент, почему-то не появляется BIOS. А работать КВМ начинает только тогда, когда загрузится винда. Это тоже немножко неудобно, потому что настройки BIOS через него не поменять. Но все же не критично, потому что один раз настроили и забыли. Зато в приятный момент он гораздо сильнее всех этих незначительных минусов. Можно играть на полных настройках в Assassin's Creed и в комнате идеальная тишина и нет излишнего тепла от видеокарты. А знаете что еще прикольно? Например, у меня рядом с рабочим столом стоит большой монитор, на котором я смотрю фильмы. Переставить маленькую коробочку гораздо проще, чем переставить большой системник и переподключить кучу проводов. Вот такое замечательное устройство. Если оно вам понравилось, ссылка на него будет в описании под этим видео. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Добра вам, удачи, позитива, хорошего настроения и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok